Good morning, dear boys and girls! Доброе утро, дорогие мальчики и девочки! Мы продолжаем изучать английский язык дистанционно, и сегодня начинаем последний юнит, рассказывающий о приключениях Кейт и Сэма в Индонезии. Он находится в твоём учебнике на страничке 56. 56. Open it. Listen and look. Слушай, смотри, повторяй за диктором, старайся запомнить новые и незнакомые тебе трудные слова. Кейт и Сэма в Индонезии Welcome home, both of you! The local radio interviewed Sam. And then we flew over the rainforest. Did you find Mr. Big? And Kate appeared on television. Where is Mr. Big? We don't know. He lives on an island. They visited Beano in quarantine. Never mind, Beano. You'll be home in six months' time. Then they went back to school. And now Kate and Sam are going to tell us about their trip. Итак, мы видим, что наши друзья действительно вернулись домой. Они стали звёздами, их показывали по телевидению, приглашали на радио. Не вернулся только... Правильно, Бино. Не помнишь ли ты почему? Верно. Он съел цветок и был вынужден остаться на карантине на целых шесть месяцев. А сейчас тебе нужно поставить видео на паузу и прочитать этот комик самостоятельно. Тебе могут пригодиться новые слова. Они находятся на соседней страничке. Repeat after me. Повторяй за мной. At last. Наконец. Local radio. Местное радио. Interview. Interview. Appear. Появляться. Trip. Поездка, путешествие. Group. Группа. Never mind. Не важно, не бери в голову. Welcome home. Добро пожаловать домой. In six months time. Через шесть месяцев. Также постарайся запомнить вот эти пары слов. Неправильных глаголов. To meet. Met. Встречать. Встречаться. To fly. Flew. Летать. А сейчас поставь видео на паузу и прочти комикс самостоятельно. Молодец. Но самой большой интригой нашего комикса осталось «Где же мистер Биг?». Where is мистер Биг? На интервью на телевидении Кейт говорит, что мистер Биг живет на острове. Перед тобой карта. На одном из этих островов и проживает мистер Биг. Наша задача – прочесть предложение и определить, на каком именно мы будем действовать по методу исключения. Нам могут пригодиться вот эти слова. Мы уже проходили части света ранее и думаю, тебе будет легко. Let's start. Давай начнем. Это все, что мы знаем об острове мистера Бига. One. It's one of the islands in this group. Правильно. Это один из островов в этой группе. Two. It isn't the largest island in the group. Верно. Это не самый большой остров в группе. Мы можем исключить данный. Three. It isn't the smallest island in the group. Правильно. Это не самый маленький остров в группе. И мы можем исключить целую кучу мелких островов. Four. There aren't any other islands near his island. Верно. Рядом с его островом нет других островов. И у нас остается всего два варианта. This and this. Five. There are a lot of islands to the north of his island. Правильно. К северу от его острова много других островов. Six. There is only one island to the east of it. Верно. К востоку от него только один остров. Смог ли ты догадаться, на каком из этих островов проживает мистер Биг? Верно. This one. На этом мы видим, что к северу от него много островов, а к востоку только один. Вот главный преступник современностей и найден. Мы могли устать от выполнения такой важной задачи, поэтому самое время отдохнуть. Stand up. Oh no, I can't stop shaking. That means it's time to sing. Shake it out. Here we go. Shake, shake, shake it out. Shake, shake, shake it out. Shake it out. Shake, shake, shake it out. Shake, shake, shake it out. Shake it out. Shake your arm. Shake, shake, shake your arm. Shake your arm. Shake, shake, shake your arm. Shake your arm. Shake, shake, shake your arm. And freeze. Alright. Shake, shake, shake it out. Shake, shake, shake it out. Shake it out Shake, shake, shake it out Shake, shake, shake it out Shake it out Shake your leg Shake, shake, shake your leg Shake your leg Shake, shake your leg Shake your leg Shake, shake your leg And freeze Alright Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Unit 16, exercise 5 Listen to Kate's interview and point to her answers. And now I'd like you to meet Kate Lewis, who helped to find a rare orchid in the rainforest. You had lots of adventures. Was it exciting? Yes, it was very exciting. Tell us your story, Kate. Well, it all started when we received a message from Professor Wallace telling us to contact Joe Alexander. How did you receive the message? On Sam's computer. Sam's my friend at school. So then we went to find Joe Alexander. And where did you find Joe Alexander? At Kew Gardens. Then we went to the rainforest to help Professor Wallace find the orchid. Now, we know that you and your friends found the orchid. Where did you find it? At a place called Eagle Rock. You also helped to catch some of the Red Hand Gang, I believe. How many of the gang did you meet? Three. Zach, Tex and Polly Zapp. And did you see the leader of the gang, Mr. Big? No, we didn't see him. Все ли у тебя получилось правильно? Отлично. Если были какие-то недочеты, ошибочки, перемотай интервью еще раз и прослушай внимательнее. А мы работаем с упражнением 8. Listen and read. Этот небольшой текст называется The Rosy Periwinkle. Твоя задача сейчас будет прослушать, читать про себя вместе с автором, а затем на русском рассказать, что ты узнал об этом лекарственном растении. Тебе могут пригодиться слова Cancer, Rosie, Periwinkle и сочетание They could use to eat to make. Let's start. Итак, давай проверим, что же мы могли узнать из этого текста. Это маленькое растение из дождевого леса спасает тысячи жизней каждый год. В 1960-х ученые открыли, что они могут использовать его для изготовления лекарства, которые вылечивают некоторые виды злокачественных опухолей. Природа еще не до конца изучена людьми, и есть много растений, которые могут быть как полезными нам, так и вредными. Но самое главное, что и те, и другие мы с вами должны беречь. А мы переходим к объяснению домашнего задания. Подобный тип упражнений тебе уже знаком. Распределить слова по звукам и вставить некоторые из них в пропуски. Давай разберем звуки. Обрати внимание, что все это разнообразие звуков передается при помощи одной единственной буквы Оу. Правильно, но только в разных сочетаниях. So, good luck! The lesson is over. Goodbye!